Вы слышу, собака повеет. Это кошмар какой-то. Я вам наказываю, ребята, вы должны иметь 2-3 специальности. Где-то что-то не так, сразу ты мог переключиться на работу. Дальше-то жениться тянет. Поста не знаете настоящего. А раз не знаете, значит у вас будет играть только другая сторона. И будет жена. А жена другой-то не будет у тебя. Добра-то еще нападется. Такого облака искать. Не понимаете, раньше было как? До края моря доходили и искали нужную жену. Чтобы она подходила по всему. Надо жениться пришло время, а жениться нет. Перебрали в Германию, перебрали в Францию, в Испанию. Наконец-то в Дании нашли. Женили. А кто знал, что такая будет? А она еще мало того, принцесса, да еще с английской, да еще крепко верующая. Да боялась переменить на православие. Она еще не знала, что она будет святая. Надо, чтобы что-то уметь. Гессин Фрунс Шлотская. Не думай, что я царь и за мной все. Царские особы должны были уметь делать то, уметь, другое, третье. Их учили всему. Всему учили. Представь себе, в Испании, я никогда не знал, четыре больших образования, чтобы было. Это вообще не... У импер... у царя? На короля, когда избирали. Короля этого. И главное, нигде, ни у русских, ни у кого нет такого. Обязательно одно из них военное. Другая экономика, чтобы знал. А вы не смотрели фильм «Темные времена» про Черчилля? Нет. Первая неделя, когда он встал... Его же премьер-министром сделали ровно 10 мая, когда Гитлер напал на Францию через Бельгию. И все на него свалилось. А до этого был Чимберлин. Я вам наказываю, ребята, то, что вы сами должны знать. Очень интересно. Вы застава не вылазили еще? Влазили, влазили. Господи, благослови наши занятия и прибыли с нами. Слава Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Садитесь быстренько. Ну, кому-то это интересно, но мне это неинтересно. Иван, бери камеру. И там самое интересное, когда к Дюнкерку 300 тысяч французов с англичанами прибились, и он сидит на военном совете. Вот тренога, вот... И спрашивает, ну, окружили, говорит, наши войска под Дюнкерком, командующий, ну, флотом. Когда наших ребят-то вытаскивать будем? Он говорит, раз, командующий. Что молчите? Это про эмоциональное, оказывается. А тут, господин премьер-министр, сэр, я могу сказать, что это невозможно. Мне сказали сами. Ну, хотя бы десятую часть можем вывести? Вот тут. Посмотрел на кого-то, там тоже военный. Господин премьер-министр, это... Это все артисты показывают? Да, это невозможно. И вот он прям переживает слезы, плачет, но ему жалко в своих... В своих стоах? Да, да. Ну, иногда-то сел, он там обрезал уже все лодки и все, что... И на следующей ночью, видать, молился, типа такого, что-то... И ему приходит это... И он тут же прям ночью прям раз в трубку и говорит, это, все соберите, сколько можно судов. И они собирают около тысячи судов. Ну, я говорю, всех забрали, убрали. Да, всех вывезли. А где-то, раз, Паш, а почему? А куда вот они денутся? Почему их не долупил? Харокруженная-то. Им деваться некуда. Тут сидеть ждать будут. Там маленький нюанс еще будет. Перед этим, оказывается, эти... Ну, консерваторы попросили мирные переговоры ему. Давайте их мирные через этого, через Муссолини. И поэтому Гитлер приостановил вот подденье это. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие 24, глава 14, стих. И проповедано будет всей Евангелие Царствие по всей вселенной, воссвидетельство всем народам. И тогда придет конец толкования. Вы, говорит, не будете иметь препятствия в своей проповеди, посему дерзайте, ибо Евангелие будет проповедано всем языкам. Или языком, как правильно? Языком. Язык и народ слова синонимы. Языком. Всем языком. Во вселенной, во свидетельство, то есть в обличении и осуждении неуверовавшего. И тогда настанет конец. Но не всего мира, а Иерусалима. И действительно, прежде разорения Иерусалима, проповедано было Евангелие, как говорит и Павел, всей твари поднебесной. Колоссянам 1, 23. Комментарий Игнать Тихонович Лапкина на слова Евангелия будет проповедано. Толкователь бессмертных слов Христа четко говорит, что Евангелие не будет препятствий в его проповеди. Но вот оно и есть. И не где-то, а в Церкви Божией более всего. Сегодня можно зримо видеть, что все, что Господь говорил книжникам, фарисеям, тогдашним архиереям, относится к сегодняшнему православию. Сколько за эти годы только в России было антиевангельских, прямо антихристианских масштабных акций. Это и казни еретиков, как у католиков, это и гонения в течение трехсот лет своих, природных, русских, так называемых староверов, казни, пытки и ссылки. Это и сотрудничество с безбожными властями, и особенно чудовищное предательство, совершенное в 1927 году митрополитом Сергием Строгородским через свою презренную декларацию. Это и антиканоническое рукоположение в архиерее и священнике при посредстве советских властей. Это и допущение к таинствам совершенно неверующих, безбожников, чародеев и развратителей, полное уничтожение грани между верующими и неверующими, невыполнение возгласа оглашенной языки и невозможность его выполнить. И все это результат отсутствия живой проповеди на родном, понятном языке. Произошла полная подмена Евангелия вымыслами человеческими. Но для Слова Божия нет уз и пророчество Христа исполняется хотя бы и на отдельных чадах Божиих. Меня интересовало для свидетельства. А дальше поясняет обличительное слово, свидетельство. Не то, что я верующий, а свидетельство. А тут дальше поясняет суд Божий, вас ждет кара. То есть это в каждой проповой должно звучать. Он об этом и говорит. Свидетельство. А дальше говорит об угрозах Божьей. Не просто я верю и я нашел счастье, а я люблю. Нет. Но если ты не покаешься, все так же погибнут. И для чего Господь говорит? Верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную. А не верующие в Сына Божий не вывезли из жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Бог не перерывно подчеркивает. Еще в раю. И уже все было насторожено. День, в который вкусишь, смертью умрешь. Смертью умрешь. А как же без смерти умрешь? Что умрешь? Вот в этом тоже загадка. Это двойное подтверждение, что в двух вещах, которые не ложно Бог говорит, не ложно сказал, невозможно отречься. Невозможно отречься. Отсюда вывод, что Бог прощать не может, оказывается. Не может. Никому. За так просто. Раз, ну ты мне друг, ты многомолишься, я тебя прощаю. Нет. Возьми за это грех смерть. А умереть никто до другого не может, потому что все грешники. И тогда Сын Божий сходит и берет на себя грехи мира. Вот она в чем вся суть-то. Сегодня православие-то не... Да архиерея, может, не знают этого. Никогда не говорят. Ни одной проповеди, ни у кого в трудах я не встречал. А это так понятно. Для свидетельства. Ну я буду говорить о Христе, что Он умер за грехи наши. Нет. И написано в обречение, Даша, в обречение. А вы не верите. Какие вы несчастные. Куда вы людей завели? А могли задержаться коммунисты 72 года? Не могли. Валеновский пен был 72 года. И 72 года здесь. И как? Господь говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемым. Да будет 120 лет. Я вначале думал, что 120 лет человек будет жить. Нет, это до потопа было. До потопа. А так как они не каялись, Бог положил 100. Видишь, что что бесполезно ждать-то? На 20 лет раньше потоп начался. Да как Бог сказал? Бог сказал, и безусловно Он выполнил это. Задача была исполнить. Строила она неплохо. 100 лет строить. Вот это долгострой. И при том надо было каждую щель проложить, засмолить. Я вчера царь рыба-то считал, а сегодня одна сестра ко мне подошла и дайте мне, Игнать, посчитать. Я говорю, да у меня нету, я в электронной версии брал. У меня была книга, ее кто-то украл. Вот как и надо уметь компьютер. Оставь его. И вот там интересно, как он пишет, ребятишки-то рождаются. Работы даже нет об этом речи никакой. Рождаются дети. А пеленок-то нету, ни одной пеленки нету. И где? Он ночью идет и ищет мох сухой, чтобы ребенка обложить, куда бы вода впитывалась. Чтобы кутуру подсушить и опять его обложить. Ну, как пух завернутый лежит. И какой-то там еще на деревьях нарастает вишанник какой-то. Он его наберет, набирает суши, чтобы ребенку пеленки сделать. Ни их чего нету. А какие-то подгузники это даже во сне не было. И главное, что вырос, то народ какой крепкий. Эти сибиряки придут потом к Москве. И как жахнут, 100 с лишним километров будет катиться, 70 с лишним километров гидать, говорит. От 150 до 250 линия отодвинулась. Это Господь сделал так. Сначала людей столетия готовил, ни морозов, ничего не боялся. Да пришли в полушубку. Адохнемся там с этими полушубками как охотились. И заваренками. Да. А у них ничего нету, совершенно ничего нету. Умный гидлер. А почему? А зачем? К осени мы все закончим. А ведь были люди, которые говорили, я понимаю, как у него сердце защемило. Это что, не взяли? Нет. Это надо, надо. Назим, ничего зимнего, больно роня-то нету. Нету. Антифриза нету, все застывает, танки не движутся. Бежать только пешком. Вот что значит знать Писание. Нигде мы не видим, чтобы Израиль воевал на данном фронте. Он заканчивал в одном месте, приступал в другое. А когда говорили о совесть, это пережитки еврейства. Он не считал за это, за истину. Господь наказал. И еврейские выдумки. Я думаю, что больше славы за 2000 лет никто не испытал, как Гитлер. И большего переживания ни у кого не было. Вдруг отступили. Как так? Все силы бросили на Курскую дугу. Ничего не получилось. А почему же он отступил? В это время высадили в Сицилию. Он сказал, лучшие танки, которые они там ставили, целая дивизия СС-овцев, послать туда. А те нас мертво стояли. У них под вышкой, у каждого было выколото. Какая группа крови, их сразу узнавали. В плен не сдавались. Ну как коммунисты, коммунисты комиссаром в сторону сразу. Только взяли в плен. Ну, они могут вам помочь что-то, никаких, расстрелять сразу. Евреи, жиды, цыгане, Юда. И у Бога все выберут. Но когда я читаю это, я вижу Писание, и тут подтвердилось, и тут. Когда вы в последний раз дома, в четвером сидели, Библии читали, скажи. Давно очень. Все? Давно очень. Ну, когда-то еще и тебя не было, да? Нет. Да с мамой, наверное, да? Вот вы не нуждаетесь еще, не веру еще совсем. Так, ходите, ходите, ну тут все. Привычка, привычка называется. Привычка, да. У вас нет страха Божия. О каком рождении тут говорить не надо? Да нет, какое рождение? О чем? Вы молитесь, плачьте, рыдайте о бед всех находящих на вас. Что вы будете делать, когда Господь придет? Совсем не верующие. И уходите сразу, юбки, вот, пошли. Вы визжать будете, вы орать будете, на другом конце города будет здесь слышно, и уже никто не поможет. Потому что над вами тряслись, и говорили, а вы все свое делали. Вечером, чтобы все закончилось, так, братья, родные, давайте помолимся. Братья, сестры, так, собрались, и поблагодарим Бога. А когда последний раз вместе молились? Все? У-у-у! Вы же такие, у вас нет этого никак. Вот, я его знал, здесь у Баптиста, горбатенькая, была женщина одна, а такая ревностная, и пацаненок у нее такой же был. Он побегает по улице, играет там, прибежит, мам, давай помолимся. И поет, синее небо меня так манит, знаешь, что там мой Спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канет, в небе не будет месть и угроз. Скорби и слез. Ой, это небо, как ты прекрасна. Вот так. И смотри, помолится. И вдруг, она заболела, и у горла. Кажется, через месяц, столь, он тоже умер. Все. Где они будут? Они были неправославные. Я радую не о вере, а о спасении. И летники в Царстве Небесном не будут. А может быть, они там были, ничего не принимали, баптистского, просто нечего больше другого. Может быть, и так. Бог все учтет. У него на местах точные гири лежат. Пошли. А я хотел спросить у вас, а вы Остапьева проклятые, убитые, не читаете? А, читали, да? Да, это ужасно. как по трупам танки в этом месте. Едут хишки на матрице, никому не хоронить, не надо ничего. Это же он прям сам все видел. А когда их взяли, то сколько времени никуда не отправляли, взяли, не кормят, не поют. В землях, здоровые юноши умирают. С голоду, никого нигде нет. Зачем их призвали? И он напишет, как это, признают, как это и проклятые. Проклятые, убитые. Проклятые, убитые. Ой, как коммунисты заягозились, за эту книгу, они его, лишить пенсии, а уже не в них власти, уже ничего не могли сделать. А я вчера все смотрел на его лицо, какое у него все, так, уши все еще курят, и жена стоит. Интересно, когда он пришел и квартиру снял, ну и понравилось, выбора-то не было, соскучился, нигде баб рядом не было, и она откликнулась на него, он не сразу. А соседка потом спрашивает тещу будущую, а что это у вас за мужик такой? А он с армией только пришел на то, ух, и матерится, здорово, говорит, через ограду все летит. Ничего не сделаешь, он матерился до конца. Остапев, писатель, с ним близко знаком, вот здесь, где у нас здесь священник, был отец Михаил Капранов. Он к нему приезжал, у него останавливался, и дочка говорит, так и не понял, Ирина в 30 лет умерла, или 40. За что? Неизвестно. Вангелие от Матфея 24, глава 15 по 18 стихи. Итак, когда вы увидите, мерзость запустение, называют изображение, называют изображение повелителя, ибо он поставил свою страну в неприступном святилище храма. Запустение, говорит, потому что град был опустошен, а мерзость, потому что иудеи, гнушаясь идолопоклонством, считали и изображение человеческой мерзостью. Имея в виду неизбежность великих бедствий, Господь говорит, что нужно тогда убегать, не обращаясь назад, не помышляя ни о чем, находящимся в домах, ни об одежде, ни о другой утворе. А некоторые под мерзостью запустения разумеют антихриста, так как он будет опустошать мир, разрушать церкви и сам воссядет в храме. Они понимают это место так. Тот, кто находится на кровле, то есть на высоте добродетелей, да не сходит с высоты их, чтобы взять то, что принадлежит телу, так как дом души есть тело. Нужно удалиться из поля, то есть от земного, так как поле есть, жизнь мирская, и не брать из него одежды, то есть древние злобы, которой мы совлеклись. Ну что? Ничего? Дальше? Дальше хочешь? Ничего нету, ничего сказать. Народу Божьему. А я вот о чем хотел спросить даже. А вот то, что цивилизации там исчезали, ладно, там это понятно, цивилизации, разные государства, а вот религиозная составляющая в жизни человека, она же намного больше значит, чем это плотяное, правильно? По идее. А вот то, почему мы не можем сейчас, вот у нас только есть с вами, мы можем брать как пример только общины, которые в деяниях святых апостолов написаны. Почему больше по истории нашего, нашей истории земли, мы нигде не находим больше таких общин-то? Вроде бы твердость такая, апостол Павел сам проповедовал, другие апостолы. В Индии, в Индии там какие были, вспоминаем Фому, жития святых, какие верующие люди были. А сейчас в Индии там что там, страшно смотреть на них. А в Палестине что творится? Одни войны, 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 кругом одни войны. И где общины? Кому обратиться? Я понимаю отца Владимира Головина, он, если у него вот это желание такое же, как вот у вас было с батюшкой, когда вы помните, сидели там на пруду и думали мои думы, стихотворение ваше, и думали, как в наше время создать общину. И приходили к выводу, что это невозможно. Замки везде весты. Он не хочет приехать в Владимир Головину, узнать, как образовать общину. А я думаю, ничего проще-то нету, как образовать общину. Несмотря на то, что не могу создать. А почему? А впереди преграда. А какая? Я говорю, согласен, и преграду преодолеть. Родиться свыше. Из таких община получится. А теперь изучать пособие по Ивану Григорьеву от Марку. Все, больше ничего не надо. И ты увидишь, как все меняется. Как это мне кто-то подарил. А кто? Да этот вор-то подарил. Это проще от меня. А это... Так это тоже у меня ворованно. Подарили. Проще. В один день все выкинул. Она блудница. И она принимала вон моряк. И она как-то... Ну, она вся украшена, распупырена. Губы вот так не закусывают, как у нас девчонка одна тут о занятиях. Сегодня подряд, сколько раз говорю, маленькая приводит Галя. Все, губы нету. А губы нету, ты все уродливая будешь. Только сказал она опять. А сейчас на меня смотрит, а я молю тебя. И вот если мы начинаем о чем-то говорить, надо же все перед глазами иметь дальше эту картину. Вот. Собрались люди. А какие? А вот это вопрос какие? В этом уже все. В подготовке. А с чего начинать? 10-17 посланий к криминам. Это самый толчок. Самый большой. И когда люди будут желать спору, никогда не будет. Никогда. А вот здесь ошибка-то была у этого. Ну, когда говорили-то. Ну, шахматов-то сидит, отца Владимира. Ну, что же, знаете, тоже не застрахован. И Серафим Саровский говорил, что ошибался. Они не знают, что за этим кто стоит. Они не понимают этого. Серафим Саровский. А имел ли он рождение свыше? Не знаю. Он не пошел на благовестие. Он сокрылся. А это вопреки тому, что сказал Христос. Он не сказал, если там постремляться, будут тебя одежду черную наденешься, он всем сказал, идите проповедуйте. Никаких исключений. Больной, старый, еродивый, бесноватый. Только истрелился бесноватый, и сразу иди. Один час у тебя в ног не был. Иди, не разговаривай. Иди, что сотворил Господь, а дальше откроется. Это что? Это все. Мне кажется, он боялся шахматов сказать что-то против. Сейчас, подожди. Переводи. Громче будешь говорить? Владимир, отец Владимир Головин боялся против что-то шахматов сказать. То есть защитить пас. Да, я видела. Ну да. Ну тут можно было сказать-то определенно. Он боится, он перед ним поискивает. Понимаете, слово все ошибаются, я рассказываю тогда эту притчу Яна Златоуста. Она очень хорошая. Человек и змей. Ты никогда не догадаешься о чем. Он говорит, большая усадьба, дом, и человеку подарили, это отдох даром дали. Он говорит, а почему до меня никто не жил? Жили люди? Говорит, никого нет. Вот почему? Тут змея живет. Неизвестно где, но нору почти нашли. А когда выползет, никто не знает. И она ужалит. Ну я буду караурить, капканы наставлю, там то другое. Змея капкан не подходит. Она под него подползет и выползет. И он дальше вот начинается. А у него жена, ребенок, конь. И она коня ужалила в ногу. А конь любимец был. Как закричали сторожат. Ужалила конь, задрыгался. Прям быстро умирает. И все, конь сдох. Он подошел с палкой, ее король из змеи так берет. А она голову так чуть-чуть и выбросила оттуда жемчужинку. Он взял вот три жеребца стоимостью. Это змея хорошее. Вот. И все, и успокоился. Ему говорят, если она укусила, она может и человек укусить. Да ну, все. Проходит там сколько, месяц-два. Сын закричал. Она ночью подползла в постель у него и укусила его. А он даже не знает, а то есть, а чего. Он любимый сын, единственный. Он плакал, молился. А товарищи упрекают, что ты делаешь? Тебе же сказали, ну, иди ты построи, где-то где змеи нету-то. Пришел с палкой, я намерен убить ее. А она ему такой бриллиантик выкинула сразу. Он понял, что это уже сколько денег-то, к табу лошадей-то. И опять успокоился, наконец-то укусила жену. Отплакался, прошло время, укусила и его. И он начал просить у Бога прощения. Товарищи, все рыдают. Бог дал ему жизни. Пошел, а она ему сразу кучу навалила. Бриллиантов. И он понял, что никак. И кончилось ничем. Вот какое дело, змей, где. Вот сейчас бы сказали, у вас все хорошо, но вот где-то змея здесь. Вот в чашке поставили, на столе стоит 50, ну, рулетка русская-то. Один патрон. Крути, а ты не знаешь, какой патрон будет или нет. Чакни. Если ты проиграешь. Вот чак, вот показывает фильм, там штрафбат, там чак, и сразу палку. Здоровый крепкий парень сам себя застрелил. Это сейчас рулетка. Вот рулетка, это ужасно. Когда ты не знаешь, а ты смотрел, это интервью дьявола. А, нет, нет. А ты посмотри, так называется, интервью дьявола. Дальше, дальше что? Вот он говорит. Но все ошибаются. Почему мы должны верить? Не до конца. Ну, да, наверное, так. Вот это, наверное, так. Это как было, когда у этого, поиски, кажется, Ина ходил в деревья, в город, продавал там, что они там наплели, обратно шел, он его, не разговаривал с ним, он говорит, отче, что случилось? Он проходит, как будто его нет. Скажи так, он же меня послал. И на третий день он так и подошел, отче, ну, да. А кто с тобой шел там от этого места до этого? Ну, человек. Кто он такой человек-то? Еврей. Он что тебе говорил? Вот телевидение наработало какое. У кого-то не выключено, и был, видно, смартфон в кармане лежал. Или вот я держал. Вот как? Он говорит, ну, он сказал, да, Христос-то это может и не он, может быть, может быть, мессию только ждать надо. А ты что сказал? Я сказал, может быть и так. Может быть. Так это прямое отречение. Это может быть. Сомнения. А сомнения значит морская волна. Уйди с дороги. Но он выпросил, давай молиться. Из него как черный дым повалил, как когда нефть, жгут печи. Черный дым. Захохотал сатана и ушел. Вымолил его. И вот здесь та же самая история. Тут на столе 50 блюд. Все прекрасно, чисто. Но сказано, в одном будет яд. Ты сядешь за стол, в одном смертельный яд. Лучше не надо садиться. Ты очень хочешь пить. Очень. И здесь стоит, где пить. Ну говорят, вот это 150 газозаправок. Но в одной яд. Вот в этом-то весь и суд. Ну Игнатий-то говорит тоже человек с пользой дым. Поэтому. А где Игнатий говорит неправильно? Он не говорит. А раз не говорит, значит все, что я говорю, все под сомнением. Они даже не понимают, что за этим кроется. А тут может быть и так. Так а вы еще уверены, что вы не ошибаетесь? Уверен на 100%. Я проверял себя в 56 лет. А как? Как Господь первый день мне дал и по сегодняшний день я нигде не изменился. Люди бывают, ну я верю так, а сейчас я верю так. Иконы идолы, а сейчас я знаю, что не идолы. У меня не было ни одного дня. И вы не знал, но я внимательно считал, что такое кришнаитство, буддизм, брацизм, мусульманство, шииты, суниты. Я это все читал доступной литературе. А почему православный? Я более точного ничего не нашел. Я тщательно разбирал. Сидим, скатясь в клеточке. Говорят, я с вами в осенне до скончания века. Вот это для меня было основой. Во все, значит, первый год, второй, третий, Христос был. И 1962-й, когда я обратился, и здесь он, ну где, когда тут 300 всех. Но в одном из них где-то Христос должен быть. Я тогда понял, не найти, надо брать тогда, когда меньше. Наконец-то я дошел 130. В 13-м году. Но 130-й я не могу всех проверить, их нет людей тех. Я тогда стал спускаться один. Вот тут он и есть, теперь я тут и стал искать. Как понимали святые отцы? Я опытным путем, и на это мне потребовалось один час работы. Один, ни одного человека православного не было. А вот его родили с мусульманином, я себя знаю, я бы нашел православие. Даже родился бы в самой заядлой мере. Я жил, родился старообрядцем. Но я не старообрядец. Я жил в Дерринии Поповцев, у нас в священство. Все пришли через меня уже потом, сидеть в едице. Но Игнатий тоже человек, он может ошибаться. В чем? Не так женился, это один вопрос. Не туда приехал, не в том городе живу, а там уже. Я говорю о Писании. Речь идет о Писании, о моем отношении к патриархии и прочее, к сектантам. Где они так? Я вопию, я хочу знать, я не хочу погибать. Ну скажите мне, ни один не говорит, а почему? Нет ничего. Я говорю, у меня, ни одного человека может быть расселенной так легко не разоблачить, как меня. Я сказал, я трехся, а у меня никак. 38 клик. Я везде, все, никому не приглядываюсь, никому, я выше голубь смотрю всегда и отвечу на. И у нас на нашем ютубе 15300 роликов. Это никто не слыхал. допустим, Осипову больше всех 1750. 1750. В 9 раз меньше. Так он пропес, он всю жизнь. А у нас-то не так. Это за 9 лет неполных, 8 лет, даже 8. И поэтому, бери любой ролик у меня наханят. Берут, стреляют, а врут. Ну, я вижу, они врут. Вот ребятишки ухватились у меня за велосипед и тащатся, а я кручу. А они говорят, он сам не хочет крутить, его только дети возят за собой. Понимаешь, ни одного места они не могут изъяснить, а почему так? Вот, допустим, он говорит, опрокинулся, прицеп, почему? Тот, который впереди вез, КАМАЗ, он больше весит, прошел, почему? Он не обращался, он не видел, что трещина здесь, он не видел, что прицеп сместился, он ничего не видел. А Игорь, он дома сидел, а этот купил и повез, а теперь платить не за что. Оно утонуло, карпы едят там, а карпов еще нету, правда, карасы. Игнатий, тоже человек, он может ошибаться, теоретически, да, а практически. И такую развили компанию в Америке, президента, президента, он пришел, сынок-то, и увидел президента, папа, ты мог бы, но президента сейчас, сынок, согласно Конституции, надо, чтобы человек не меньше 10 лет жил в Америке. А я уже родился, мне уже 35 лет, я тут и живу. Ну, пап, ну давай ты тоже будешь, нет, сынок, тут надо еще другое, что-то, надо, чтобы не меньше 30 лет было. Ну, тебе же 35, ну да. Ну, пап, давай ты подай, чтобы у тебя было. Нет, нужно сначала быть сенатором, а тут тоже выборы надо, который выбирает, чтобы у него меньше 15 миллионов долларов лежало. Сынок, опять докупать, а тут не может никто освенить. Это в уставе написано. В уставе. Вот написано, без очереди герои Советского Союза. Билет на вокзале был, и герои социалистического труда. А тот коммунист, у него еще нету. И он написал, и тем, кто не менее 50 лет в партии. А вот как раз тот и есть. Патриархи его сейчас избирали, патриарха тихо, на место дает, он все делал по закону, все, что можно сделать, он сделал беззаконно. А почему? Патриарха Кирилла. Кирилла, патриарха Кирилла. Какие правила? Апостолы решили избрать дьяконов, которые будут пищу раздавать. Пищу раздавать дьяконам, и то изведанных, запятая, исполненных Духа Святого. Ничего не скажут, чтобы академия у него была. Ничего не написано, чтобы 30 лет административно работает. А тут на патриарха именно этот. По их правилам, ни один апостол не подойдет. И у кого нет такого образования. Административной работы не было. Там смотри, чтобы не грохнулся, дорогой человек. Ну, говорят, в тот раз потихоньку развернул. Ну, как-то все это... Не доходит. Всего с молодой помощью. Время проходит, все. Уходят дни. Разворачиваются. Спи, моя радость, усни. Глазки скорее... Скажут, я не спал. Ну, скажут, на самом-то деле, сон-то был, и он не денешься. Кто-то больше говорит... И вот здесь. Если я не прав... А почему вы думаете, так и не делая... Он начал благовествовать, лежа на спине. И в 450 роликов сделал. И все замечают это после встречи нашей. А теперь он умер. Я все до одной скачал себе и жене на выставляю. Почему? Потому что тут я нахожусь. Вместе с ним рядом. Итак, если ты это узнал, не молчи. Повинен. Я виновен? Пойди. Обрещи. А как он обрещит? Я говорю, написано. А это разве правильно? А другого нет. Христос был. Дьявол, когда напал и говорит, камни с ней сделай хлебами, Христос сказал, написано, не хлебом едином жив человек. Но! А видите себе, не хлебом едином, это печатает везде. Но это запятая. Но! Всяким словом, исходящим из уст Божия. Этого никто не пишет. Ни разу не встречал в мирской литературе. Не хлебом едином. Правильно. Значит, это переходит сразу к духовному. Но в духовном, во всяком слове Божьем. Вот мои книги. Все во свете Библии. Форум во свете Библии. Сайт во свете Библии. Майл.ру во свете Библии. Фейсбук, Твиттер во свете Библии. А что значит? В каждой книге примерно три тысячи ссылок на Библию. Вот это их трогает, конечно. Это знать так. А что я знаю-то? Я считаю, иначе бы я уже не учился, я каждый день считаю, как будто снова начинаю учиться. Где бы ни был. Я показываю, вот как написано. Второе искушение. Христос говорит, написано. Третий раз. Написано. Я учился у моего Христа. 50 лет у ног сидел его. И в это упрекать рука не поднимается. Тогда другое. А это секты. А вы забываете, что еще предание. Ум надо привязать свой лагир, свою преданием где-то. Предание это только то в истине, которое во своем послову Божьем не противоречит. И вы все проверяли. Все предания проверяли, сколько было. Правил 719. 413 ежедневно нарушается. А как вы узнали? Я по каждому собору выставляю, какой канон. Так вот так вот хватает. Дайте мы напечатаем. Так я еще не ирущаюсь за точность. Я до конца в алтаре не знаю, что делается. А там про алтарь говорится. А Сергей Борнин говорит, ваше благо, что Игнатия в алтаре не бывает. Он бы еще больше написал. Вот так. И они нападают. И отец Владимир сидит, этот говорит. И сомнения абсолютно во всем. Игнатия тоже ошибаются. Он тоже человек. Это тоже правильный человек. Но ты мне в догматике, в канонах ущеми. А не в том, что я пошел и запнулся. Пошел, надел валенки, а оказалось дождь. Я тоже ошибся, да? Да. И было такое. Пришел в ногах, в валенках, хлюпает вода. Но по слову Божьей обречи меня, чтоб 56 лет назад я уверовал, говорил так, а теперь вот так. Нигде ни один не скажет. Ни один. Если он скажет, он соврет. И его обречить его совесть. И вот здесь у нас, я говорю, был первый секретарь КПРФ Железнодорожного района, Бобров, Геннадий Александрович. Когда нас жучили, там в лагере-то. И мы, говорит, идем, Гладкин проводит нас по лагерю. А он заходит, я говорю, вот это келья особая. У них эта печка под ней, там короб идет под этой, ребятишки спят. А там под ними идет и тут доски, вот столько вот. А тепло идет, можно просушиться. А с той стороны келья труба. Я сам печник. Я ему говорю, а тут вот так-то, тут тепло. А он дальше пишет в Алтайской правде статью, говорит, Игнатий Тихонович показывает мне там келью свои, и говорит, тут тепло. А я подумал, вошь тепло любит. Какую-то вошь видел он. Нет. Но намек брошен. А там писал об этом главный редактор газеты за наук Алтайского государственного университета Климента. Но намек брошен. И теперь, ну вот еще в шею разве не выводят? Каких в шею? Ну там же сказано. Вот она, Надежда Васильевна, села вот здесь вот. Вот мы можем это показать. Сядь на минутку. Сюда. А то она будет играть твою роль. Лена, я сижу вот здесь вот. Вот так помни, я сидел. Вот хочешь туда? Зайди. Поднимься маленький. Туда, пересядь на ту сторону. Сюда. Туда, вот туда. Я поела и отстала здесь. Так сейчас пока ничего. Я же не говорил, там какие-то оправдания. Ничего не надо. Ну вот так сидим, идет съемка, как всегда. Это можно было вырезать. Сидим. Она наклоняется ко мне, на ухо говорит, мне надо выйти. Это жест у глухонемых означает пойти в туалет. Вань, так? Да. Вот так вот. А она знает, что я против того, чтобы во время бесед уходить и трогать. Ну, потерпи, малейка. Ну, ты идешь дорогой, я же сприспичал. Ну, ты же не стадишься под забором-то. Ну, хоть в самолете, хоть где существует определенное время, порядок, ну, хотя бы сейчас-то можем потерпеть-то. Но ты можешь расповадились как. Это первый вопрос. Второй. Я говорил, никогда не двигать людей. А мне надо выйти, а зачем ты залезла? Вот, скамейка пустая, вторая пустая, три скамейки пустые, и четвертая пустая, и пятая. А вот шестая, та занят. И залезла так, что не вытянет туда. Ты не сама придумала. Это выбор надо сделать из шести скамеек сесть туда, чтобы кого-то сдвигать. Я сижу. Дальше что начинается? А раз уж думает, вылезет, там напор изнутри идет уже. А я вообще не могу тогда. Я говорю, ну, других тревожь. А раз она тревожит, другие будут спрашивать. Это в интернете стоит. Она теперь, ну, раз сказал тут, она вот сюда вот пошла, и тут сколько человек, а два их стронула, оттуда вышла, и пошла. Что она? Обморалась или что-то? Нет ничего. И вдруг заходит обвинять меня, кто? Саша Муха. Блудодей, который по Теряевке к чужим женам ходил, которых крестным ходом вызвали. И он теперь, ваал, ваал. И вот они, понимаете, это престарелый человек, он о ней заботится. Я говорю, с женой я разберусь, ты со своей разберись, по чужим не ходи, чтобы одной тебе хватало. Это он раздул. А дальше другие, вот понимаете, это такая жестокость. Это к старому человеку, уважения нет. Они увидят. А она на завтра приходит ко мне, а я в интернете работаю, она подошла, проси меня, стоит, обнялась, и стоит, и улыбается. Правда это было? Было. Было. Но это уже никому не надо, сейчас ничего не надо. Но это еще не нужно никому. Она пошла в зале, сейчас говорю, не разговаривай пока, я закончу, тогда выступишь. Все сядь туда дальше. Она там села, там с девчонкой, не знаю, чем занимается. Это уже никому не надо. Но это одно, когда я говорю, объявились все минуты, я зашел, объявляю, встали все на молитву. Одна осталась здесь, но осталась, не один, Люба пришла позже, все разбернулись, ты ломишься, я пытаюсь тебя удержать, меня сшивают с ног. Я впечатлюсь, для меня пятится, непривычная яма, тут некуда, уже моления начинаются, это бешенство. И все смотрят, сегодня смотрят на меня, это чего, ну делается это. И сегодня опять меня шарахнули. И что нужно? Покаяние. Потому что 9-й десяток идет. 50 лет позади, как будто не встречались никогда. Вот здесь сегодня выходим, объявили, я иду сзади, я говорю, выходите. И в это время, кто заходит, Надя или кто, она на ту сторону, и люди идут в храм, она от храма. Что-то сказать надо. Ну потом скажешь, туда, теперь опоздает. Я объявляю, в это время, я поворачиваю, никаких, меня сдернуло и туда. Это никто не увидит, все нормально. Почему? А это проверка. А как мы будем? А никак, с любовью, с лаской. Чтобы опять не превратиться в собаку. А любовью, Филипп Филиппич говорил, лаской, а потом превратил ее в собаку, потому что выхода никакого шарикова не было. Мы должны это помнить и знать. Вот мы так сидели, все здесь. Что с ней было? Она заболела? Нет. Это урок. Потому что другие не идут. Я знаю, как работать с человеком. Какие уроки поставить, чтобы он шевельнулся, чтобы он вспомнил это дело. И вот мы увидели. Гажется, пукнули на всю вселенную. А у меня здесь, я до виду бы даже не подал. Я сижу на месте, никого не трогаю. Почему вы до меня доходите? Притом, это не один раз. Вот мы пятый склад делаем. Мужики работают, топоры вместе. На обед. А, кормят здесь. Положили топоры вместе. Я свой поддоск положу. Я знаю, что у меня утащат. Я недоверчивый, недоверчивый. Прихожу, эти открытые топоры все лежат на месте. Моего нет. А почему? Пришел новый человек. Тоже на работу. А ему топора нет. Я говорю, а почему ты эти не взял? Не знаю. А почему ты залез под доску, как он видел-то? Под доской-то нашел. А я не знаю, гляжу там, черенок торчит. Я думаю, ничем. Где бы что ни было, как говорил, щукарь, в тихом, поднятая целина. И он говорит, где бы какой кобель не бегал, какой бык не бегал, он обязательно на меня наткнется. Вот здесь бы, какие бы не были невзгоды, она меня обязательно наткнется. И обязательно мне, говорит, за гачи хватит. Гачи это шерсть у медведя на ногах здесь. Обязательно на меня. Вот теперь я говорю, теперь ходи. Будет нас садиться сюда? Нет. Я сказал, садись туда. Хватит вонь этой сосудной сцены. И ничего не имел. Просто сидел, не трожь меня. 35 раз говорил, меня не трожь. Сейчас ничего не надо. Все. Сейчас позора хватит. Будешь кричать, вырежь это, ты же знаешь это. Сейчас успокойся, пересяд туда. А нет бы с улыбкой это сделать, да с радостью показать, что я делаю это, потому что так Бог повелевает. Учить жене не позволяю не властвовать над мужем. А здесь властвует. Властвует. А почему так ты в прошлый раз сказал, Боря у нас был и Боря ушелся. Я с первого дня знал, что подкаблучник. С первого дня и ждал, он должен уйти. Потому что приходит всегда вырезанный такой хороший парень, хороший. Крещение у нас потеряет. Но все приглядывается. А жена против. Я говорю, а жена против? Ну да. А она, видимо, раз под заказ сходит туда. А парень такой, видно, видно, что я жену не видел никогда. И наконец кто-то написал какой-то сумасброд. А тут благодати нету. Тут это еретики. Еретики. Давай. Так, ты кто? Не еретик? Значит, мы еретики. Давай запишем. Вот я тебе пишу. Пиши. Еретики же спешись. Но если это ложное обвинение, согласно 19 второзакония, это обвинение падает на тебя. Я оправдан, а ты еретик. Так. Теперь проходит день. Два, три. Митрополит приезжает, потеряет и служит. Если он служит с еретиками, дальше канона начинается. Он должен быть извержен из сана. Из сана. Мало того, 3 февраля 2019 года, 2019 года, отцу моему, батюшке нашему, 40 лет служения в священном сане. И где-то с какой-то командировки приезжает митрополит Сергий, Алтайский, Иванников. И он, видимо, сразу сюда приехал. Священники, облачения, все. И во время богослужения, во время литургии, он провозглашает многое лето. Снимает с себя крест с украшениями. Награждается отец Аким крестом с украшениями. С себя митрополит снимает и на него надевает. Я такого не слыхал и не видал. Ну, если еретиким, это еретиков он награждает за безупречную службу. Или он еретик. А теперь, который, там, какой-то, Дулевич, там, или какой-нибудь Антон пишет. Кто он такой? Язычник? Шаман? Тувинский. Вы знаете, это было в воле Божьей, там, царь Ионов был, Энтео. Выступал, везде драки устраивал. Наконец, его захватили, патриархи, хлопнули, по сегодняшней нигде нет. Я знал, что это будет. Я так и знал, что это будет. Я тогда с первого дня говорил. Все, захлопнули. А там они играют такие шаманские песни, там что-то не было. У этого та же самая история. А этот-то, Боря-то прочитал, прочитал, да вот у вас тут, это, епископа-то нету, а я спастись хочу. То есть, он спастись хочет. Ну, и мотер-полит служит здесь. Нас никто не отпущал, нас ни в чем не завинили. Мы к РПЦЗ относимся, да. А когда архиерея служит и повторяет святейшему патриарху, дьякон возглашает и сам архиерей. Второе, на втором месте, предстоятелю русской зарубежной церкви, митрополиту Илариону Нью-Йоркскому, а потом уже своего. Кого он произношает? Это у нас все записано. Это полностью мозги снесенные или совесть, говорит, как отец у нас говорил, маленький еще сопля бы съел. Совсем ничего не знает. Я тебе говорю документально. Мы не еретики. Не догматические. Не канонические. Мы нигде не нарушили. Вас под еретиков можно поставить на каждом шагу. Я в окуменитм или участвую? Вы участвуйте. Все ереси. Но мы вас еще равимся, под благословение подходим. А вы нас признаете. Это акт на каноническом общении. Вот Боря на счет спотнулся. Да не спотнулся, а нашел наконец теперь подтверждение. Жена права. То есть вторую ногу я закинул на себе на шею. И теперь я его ни разу и не вижу. Здесь все получить, уверовать. И сразу раз. Ну если ты все знаешь подскажи к нам подскажи хотя бы что мы заблудились. Ты уходишь и скажи вот это нигде не сказал ни одного слова. Обычно уходят. Это ему не надо. И вот здесь чтобы я не показывал я прямо показываю как. Ты говоришь я говорю ты над своей женой трудишься. Ты добейся чтобы она с тобой в 4.40 вставала. Тебе не хватит десяти жизней чтобы заставить ее это сделать. А у меня она встает всегда. Я наказал в 4.40 стущи мне чтобы я не проспал. Татьяна Кузьминична звонит мне чтобы не проспал. В больницу взяли Володю оттуда он звонит с потеряем в 4.40 Я подстраховался тремя ежедневно утром мне звонят. А я в это время уже два часа сижу за компьютером. Ежедневно без пропусков. Ты о себе позаботился чтобы тебя вовремя разбудили. Да она не встанет. А моя встает всегда я ее ни разу не бужу. Это Бог мне дал. Как все это она так на молитву так поехали. Да. Теперь теперь позаботьтесь чтобы не разговаривала в храме. Да. Вот так надо Внимательно слушать сестра Надежда. В храме не разговаривать. Я не вижу. А я староста и у нас смотрители зато у него должность такая смотреть. Смотрители выбранные народом. Ни слова. Она будет к тебе подходить чтобы шептать отвернись и палец атак поставь. Никогда никому не причиняйся. А меня батюшка спросил ты палец поставь и выйди. Батюшка тебя не тронет. Он похвалит. И она зато говорит тебе явился ангел. И ангел ей говорит поклонись мне не верь этому. Так это может настоящий ангел может быть. За бдительность получи похвалу. А поклонился Исааке а там куриные ножки с копытцами. даже ангел явился не верь не получи похвалу. А не так кто-то стучит. Сколько раз говорю дверь никому не открывай. Бесполезное дело. Не открывай. Скажи как я подойди к окну я посмотрю ты один или нет. Вот рядом сосед прямо рядом пошел за хлебом приходит домой бабка уже зарезана лежит. Наркоман зарезал. Ну его быстро тут нашли в соседнем доме что ли. Я говорю закрывайся закрывайся не открывай. Вот эта девчонка сама подбегает и открывает. Почему? Как что ты смотришь за этим? На завтра почему открыла? Ну я спрашивала никого нету. Ты знаешь что нет и ты уверен что раз и ответа нет значит надо посмотреть. А тут тебе по лбу как раз волобешник. Как это? Ну как поднятая царинья как? Он открыл его сразу бухом по голове и все. Не открывай никому сиди милиционер майор выступает у меня говорит там какие-то приспособления цепочка и глазок я никому не открываю майор милиции у него пистолет а здесь я открыл раз вы не отвечаете я не слышу она плохо кричит Володя никогда не было Володя кричит я пришел я слышу она кричит хоть убейся не слышу не слышу голос тонкий женский подойди к окну что я должен ходить стучи сначала палочки я сначала к окну подойду а окно от меня далеко а я стою за обедом я не слышу что я в окно я сказал в дверь постучи в скобку а не то что дверь обита материи вот так вот а там палочка лежит в скобку а скобка прикручена и она передает звук нет кулаком буду бить в материю которую так я не слышу а я плохо слышу на другой комнате нахожусь то есть искушение сатана и что у вас уменьшилось что-то нет еще я должен довести я за нее отвечаю а не она за меня ее задача стоять сзади за мужем за мужем за мне нравится математически если мужчина допустим один талант имеет два или три а жена сдать а жена нуль то получается не три таланта а тридцать а секередист станет только сцены тридесятых ты это слышишь пошел евангелие с матфея 24 глава с 19 по 22 стихи горе же беременным и питающим сосцами в те дни молитесь чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу ибо тогда будет великая скорбь какое ни было от начала мира до ныне и не будет и если бы не сократились те дни то не спаслась бы никакая плоть поскольку возмездие как извращают люди а христос то был нетрадиционной ориентации а почему а он мужчину спрашивал а любишь и ты меня то есть это полностью сатана завладел людьми и здесь горе беременным питающим сосцами ну вы верите я говорю да так так вот я то чуть не забеременовал только поэтому прямо побуждение чтобы не сосцами не питать ничего то есть сатана как угодно может вывернуть любой текст я не беременна теперь сосцами не питаю я полностью выполнил мне нет ничего наказывать вы даже не знаете сколько всяких мудрецов кавычках на которых на которых довольно простоты если бы не сократились те дни то не спаслась бы никакая плоть но ради избранных сократятся те дни толкование горе говорит женам имеющим ваут роби потому что они не могут бежать будучи обременены тяжестью чрева и питающие сосцами детей по страданию к ним не будучи по состраданию и питающие сосцами детей по состраданию к ним не будучи в состоянии ни сами идти ни их нести и с ними спастись погибнут вместе с ними или Христос указывает здесь на женщину съевшую собственное дитя ибо Иосиф Флавий повествует что во время голода усилившегося при осаде одна женщина изжарила дитя свое и съела в лице апостолов Господь говорит это иудеям потому что апостолы прежде всего несчастья вышли из Иерусалима он мешает иудеям молиться чтобы бегство их не случилось ни зимою ибо по неудобству зимнего времени трудно бежать ни в субботу так как закон предписывал ничего не делать в субботу и никто не дерзно выбежать в это время а ты разве это и так нужно молиться чтобы не случился выход наш из этой жизни то есть смерть ни в субботу то есть когда мы не делаем добрых дел не зимой которая означает бесплодие добра но в тишине благих духовных дел и удалении от молвы житейской тогда была скорбь невыносимая римским воинам приказано было не щадить никого но бог ради имевших уверовать или уже уверовавших не допустил совершенного истребления народа он сократил скорби и войну ибо если бы война продолжилась то все находившиеся внутри города все находившиеся внутри города погибли бы от голода некоторые же разумеет это его времени антихриста то есть речь но здесь речь не об антихристе а о разорении Иерусалима об антихристе же сыне погибели начинается с следующего места итак слушай 23-25 стих 24 глава тогда если кто скажет вам вот здесь Христос или там не верьте ибо вас станут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса чтобы прельстить если возможно избранных вот я наперед сказал вам толкование так как ученики предложили два вопроса о разорении Иерусалима и о пришествии Господа то Господь сказавший о разорении Иерусалима теперь начинает речь о своем пришествии и окончине мира слово тогда означает не то что тотчас по разорению Иерусалима но вообще означает время в которое случится это оно указывает на то что когда придет антихрист будет много лжехристов и лжепророков которые хитростью дьявольскую будут представлять предачами зрителей такие явления что некоторых обольстят да и самые праведники если не будут всегда трезвены могут обмануться я вам наперед сказал об этом и потому вы не будете иметь извинения ибо можете сохраниться от обольщения то есть Христос предупредил и нет им теперь извинения тем кто поверил вот этим уже Христом уже пророком вот здесь как бы такая мысль что то тогда если скажет вам вот здесь Христос то есть эти лжепророки будут на антихнице говорить что Христос что ли что лжепророки либо восстанут лжепророки дадут великие знаменные чудеса чтобы принести возможно ну вот сейчас вот Журавлев епископ или там Виссарион про Виссарионов прямо говорят это Христос он сам о себе говорит я Христос Виссарион такой есть в Красноярском крае там живет когда-то прям показывали еще помню 90 какой-то год там был ранний 92 что ли или 93 он ходит по Москве и призывает всех его снимают прям съемки идут там он заходит куда-то я думаю неужели этот человек сейчас будет говорить как Христос и так смотрю ну конечно он там начал как будто мутату нести этот Виссарион Город Солнца который спас да ну показывали прям по телевизору его вот как сейчас показывают Путина тогда его так показывали и там народ такой и все сидят на галереях как в театре и он встает и начинает там что-то говорить я слушаю его а я прочитал Библию не один раз уже я слушал слушал думаю кто такой-то вышел что он делает вообще ни одного слова даже Христовы бы слова говорил какую-то гарематю несет так он за Христа себе выдает так еще и выдает и я Христос я вот Христос главная кандидата наук находим в городке продают деления стоят квартиры еду там селиться я с таким ехал рядом профессор с профессором Путин где-то обедал и там ложка была одна уже шесть ложек и они целительные все ко глазам представляют все лечатся сатана с конца и края нет глупости человеческой ужас а это все потому что невежество по слову Божьему я скажу два дня назад я гляжу мне что-то голубя в огороде все соберли тут взлетели и так через калину там видно кто-то прошел я сразу наружу приключил вижу мужчину стоит что-то фотографирует с велосипедом я думаю поговорит да уйдет один выходит калитку не закрыл думаю это он зря а он вышел спрашивает соседи оказывается соседи где хозяин так там второй домик так я был а что не зашел ты там так я подумал там собака да собаки нету он опять возвращается а я в то время вышел и стал говорить кто такой а я посмотрел вашу беседу вот этот шахматовым беседу и думаю надо же а я в Барновуре живой и не раз так я приехал вот руку пожать вам ну я говорю держи мне не жалко руку пожми а я пришел и сразу включил в руке держу и снимаю он ни разу не сказал не снимай там что и все это беседа я уже выставил ее кажется человек с велосипедом и он все о себе рассказывает как он потихоньку тянулся за женой стал ходить по Кровский собор и живет на Эдрюсенске где-то недалеко здесь и какая у него вера бороду я не трогаю но перепелок там развод это брехня одна перепелки никакого стиления не дает у нас на занятия один ходил это говорит обман я держу перепелок сейчас уничтожил все это дело и все это видел его нет нет еще не видел в интернете ну и с ним поговорили я говорю есть такое интервью с дьяволом ну там вытащил вот такая какая там телефон-то смартфон или что-то называет и он там давай а я уже раз пять его слышал и он спрашивает а что тебе не нравится журналист не нравится покаяние смирение прощение друг перед другом не нравится мне когда на колени становятся когда верят в Библию что ему не нравится дьявол-то сидит подобрали человека даже мне трудно поверить что это это человек это дьявол да а кто у вас самый большой враг а он закурил сигару вот такую и зажигает пальцем прислонился от пальца она загорелась и он сразу эту сигару вот такую толстую как у Инстана Черчина сжал в руке так бросил только отряхнул пепел я знаю он придет я там за демократию вроде сражался я был большим начальником там руководителем и все пошло не так я везде лгал лжица отец лжи и вот мы поражили поражили терпели не потерпели мы все здесь он говорит а много вас? много тысячи тысяч то есть миллионы миллионы интервью там недолгое такое а он уже расставаться журналист говорит а почему в это место выбрали там где-то лес тропинка тут а что бы хотели чтобы церковь да нет церковь ну дьявол и церковь так ты что думаешь церкви дьявола нету и он начал доказывать жития Антония ни одного богослужения не чтобы он не пришел так что люди слушают а мне не надо слушать в одном чем-нибудь виновен но на всем виновен а вам может помочь как журналисту а как у меня везде связи есть я самый лучший политик в мире за последние 10 тысяч лет всегда к войне приведет да и теперь он начинает показывать ну я сделаю смерть все к тебе расположен а что за это платить о цене не будем говорить это потом он говорит а я знаю потом потом это душу отдай нет говорит не надо и пошел оглядывается и тот пошел время у меня нет за первое дерево только зашел дальше деревьев нет и он исчез растворился ох и сосально здорово интерес дьяволом и он еще не скрыл вот именно я говорю большей частью истину а человеку даю выбор вот печаль сатаны Мария Карелия точно так говорит но это импортное да это не русское нет ну по-моему там не написано не написано да ну здорово и журналист сидит с крестиком а вот как вы это все делаете записывает как делаю вот так вот рука загорелась огнем горит все погасло понтезел вот так все-то опять и во все засветился весь свет по этой пошел а другой и в деревья пошли вот так там видимо бесы крутятся деревья готовы упасть вот этот сидит только головой крутит а какой у тебя вид как тебя узнать и он вдруг состроил такую рожу все изменилось пасть раскрытой вот тут журналист что так а сидят через ну вот как до стенки друг от друга он вытащил телефон вот так вот я хотел записать не нужно да нет я просто сказал сразу назад такому попробуй другое он так вот сидит а у него этот смартфон бежит он так раз полетел к нему телефон-то мы другого порядка вот так пальцы ткнул и пальцы с этой стороны все вылезли у смартфона на той стороне а еще на самом деле мы не ощущаем ну здорово продумано эти люди самые нелюбимые слова кто самый большой противник вопросы хорошие и как это делаете ну как мысли мне не дало считать это точно ну вот я вижу человек идет возле витрины один раз прошел второй раз я вижу ему охоту купить но денег у него нет я это все знаю я теперь так обстоятельства складываю чтобы богатый с ним познакомился и тогда я им завладею и у него будет это все а потом душу отдай он он смотрит он очень хороший ты что любишь кошек он тебе кошек вокруг наставит и все свежего воздуха не будет сдохнешь ты в этом у меня тоже а мы три кошки продержали здесь они сейчас за мной все бегают где-то бегают за вами ага как собачки и я все разосел за стол они на стол заскочили а это вышло Татьяна Тамара просто они от нее все убегают я тоже кис-кис-кис она раз так меня отбежала понятно мы сейчас идем от Сергея смотри что отправить надо мы сейчас поедем так давайте сейчас закончим и мы поедем там далеко носить надо вот ребят возьмите с собой помочь донести пойдешь к нам не пойдешь пожалуйста конечно уже легче в проем да вот это нет это тяжело вы что да нет нормально они вам помогут да и все сядут да уедут потом на двадцатку там рядом эти наступочная остановка давайте ангелова пияша благодати чистая дева радуйся и ватерику радуйся твой сын воскресе три дни винат гроба и мертвые воздвигну вы люди веселитесь светися светися новой иерусалим и слава бога сподня на тебе воссия веку на небес и веселись сионе ты любитель твоя красавица богородица на восстании рождества твоего Игнать Иванович благословите господи услыши нашу молитву если что не по воле твоей было сказано по человеческому вожделению прости нас и распустись миром ослышанное слово твое помоги исполнить с радостью и дай духовное рождение свыше патриархом епископом священником и пастыр пасты и водительство духом твоим святым хвала тебя отец святой дух аминь богу слава помогите нам кто тут есть отец